ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! В эфире новости в студии Джеймс Бакер. Сегодня в выпуске. Всё больше слухов расходится по острову о призраке по имени Альма. Правда ли это? Наша съёмочная группа попыталась разобраться в этом. Космическое агентство «Арсенал Космос» запустило 4 новых спутника, направленных на исследование природных залежей в недрах Земли. Призраки. Существуют ли они? Наверное, каждый из нас задавался таким вопросом. Однако всё больше расходится слухов о том, что они существуют, и наш остров этому подтверждение. Нечто нападает на жителей острова и пытается их убить, правда ли это? С этим вопросом мы обратились к гражданам республики «Арсенал». Скажите, пожалуйста, о дюхе, которая похищает людей, ничего не слышали? Чего слышал? Слышали? Да. Что вам известно? Ну, известно, что буквально дня назад батюшка, я не помню его точно не зовут, поехала с рядом добровольцев куда-то в ту сторону, какой-то колодец там ощущать от каких-то демонов. Ну, в итоге их привезли сюда на госпиталь, сильно ранеными, и они тут лежали, орали, как бесы какие-то. Сам лично видел. Выглядит как девушка какая-то, маленькая, лет 18-19, в красном секундоплатье, ноги отбавляли, глаза красные. «Попух миксин». И, получается, помню еще, буквально вчера вечером сидел в машине своей, стоил, музычку слушал, и как будто, вот, знаете, вот ветерок такой сзади, и, типа, не стон, а какой-то, типа, крик тихий, не знаю, как это назвать. Он. И больше ничего не видел. Особенно. А еще какие-нибудь случаи вам известны, где кто когда-либо сталкивался с ней, и что она вообще делает, какие ее способности? Откуда вы знаете, что это она? Про способности никакие, в принципе, ничего не могу сказать, но единственное, что мне кто-то говорил, не помню точно так, зовут человека, что она после того, как кричать начинает, она себя в итоге грубает, и только умеет, как все спрашиваешься в итоге, с того что они все в итоге, с того что они все в итоге, с того что они получены, с того что орала, блядь, не менялся в сознание, и оказался с ними раненый, а что там, с кровью связано не знаю. Алло. Владиста, скажите, пожалуйста, откуда вы узнали про дух, который терроризирует наш остров, наши граждан, и что этот дух вообще может сделать? Господь с тобой, то это, как это вот, откуда вы узнали, то явилась она, но остров, понимаешь ли, такая-то вся не рос прекрасная, не очень пахнет, вот, начинает кошмарик, просто каждого практически гражданин, там, но острова, приезжает уже, ну, понимаешь, у нас тут девушки есть, но островы, они это все блогинки, значит, почему? Да потому что они посидели, просто от страха, когда она появилась, вот, эта девочка, она из потустороннего мира, с ней очень плохо обошлись, очень плохо, я это не знаю, еще всех, конечно, подробностей, но чувствую, что ее убили в мучениях, ну, какие-то не очень хорошие люди у острова, поэтому она, я так предполагаю, но еще не связывался в спиритическом сеансе с ней, она мстит, и мстя ее будет страшно, мстит, а каким, бак, 300, на что способна эта девушка, что она может сделать, насколько она опасна, по-вашему, да, это, по-школе я от 1 до 10, или от 1 до 5? Ну, от 1 до 5. Да это вообще жесть, она маньячка, ну, может, не знаю, плевать ведь вас в курицу, пожарить вас, нарязать, подать вам же к столу, это еще не яда, который выползает в наш свет высокостный год один раз в 4 года, но это только предположение. А вы, как священнослужитель, предпринимали попытки для того, чтобы изгнать данного демона? Я это уйму попыток предпринимал, сначала я это просто боялся, у меня шли от нее мурашки по коже, в моем кожаном салоне Хаммера тоже шли мурашки по кожаному салону. И, в общем, я сначала пугался, а потом, а потом я воспрял духом. Мне это снизу шла благодать сверху, и я понял, что я должен победить эту лютую девочку и избавить всех жителей острова Алтиса от этой напасти. Напасть ее вообще это страшно, вы видали, какая у нее пасть? Серьезно, что ли? Вот, макаряку. А если, а если, ну, нет, то что с нами будет? Макаряку. Короче, дорогие жители острова только что сообщила распрекраснейшую новость. В общем, эта девочка зовут Альма. Она это появляется на острове один раз в 4 года, высокосный год только лишь. Потому что 29 февраля с ней случилось страшное событие. В общем, родители их убили, ее, ее, в общем-то, убили и положили ее в этот колодец умирать. Ват, она очень обозлина на всех жителей острова, поэтому их и терроризирует. Сейчас она сказала, чтобы, если вы жалкие людишки хотите, чтобы я ушла, значит, я вот перетичь в этом сеансе свяжусь с вами в бабушке-воробушке и святой отец в ад и скажу место и время. Туда должны прибыть жители острова и дать ей почести какие-то, ну, что-то самое ценное, что у них есть. Ну, кто-то может тачку дать, кто-то может лопату дать, которая приносит доход. В общем, такое, которое прямо от сердца отрывает. Ну, разумеется рассказать ей, почему именно этот предмет ему так дорог и важен. Четыре новых спутника были запущены 12 февраля космическим агентством Арсенал Космос. Новые спутники будут отвечать за геологическое местонахождение природных ресурсов. На данный момент уже имеются снимки, которые позволяют найти новые залежи алмазов в недрах Земли. Это были все новости к этому часу. В студии был Джеймс Бакер. До новых встреч!